Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. В Fallout 4 упор делается не на графику. Star Wars Battlefront не будет похожа на серию Battlefield. В скором времени будут объявлены новые подробности Quantum Break. В скором времени для Battlefield Hardline будет новая DLC Robbery. Был след видеоролик по Assassin's Creed Syndicate, который показывает новые возможности. В Fallout 4 упор делается не на графику. Глава отдела по маркетингу в компании Bethesda по имени Пит Хайнс сегодня дал новое интервью. Кстати, в котором заявил, что в Fallout 4 упор делается не на графику, поэтому Fallout 4 не будет самой-самой RPG последних лет. Пит признался, что они стараются сделать игру как можно более разнообразной и огромной во всех смыслах. Причем Пит утверждает также то, что совсем уж про графику игры они не забывают. Они делают все, что возможно, чтобы потянуть графику игры. Но также он отмечает, что слишком сильно этой составляющей они не увлекаются. Основная задача разработчиков сделать огромный интересный интерактивный мир, где у вас появится возможность общаться с людьми, выбрать тот путь, который хочется, и чтобы каждый объект игры имел свой смысл и область применения. Star Wars Battlefront не будет похожа на серию Battlefield. Комьюнити менеджер компании Electronic Arts по имени Мэтью Эверетт недавно высказался по поводу того, что хотят увидеть игроки в Star Wars Battlefront. И как выяснилось, некоторые игроки хотят увидеть в игре не совсем то, что хотят сделать разработчики. В любом случае, Мэтью решил лично ответить на то, для кого именно разрабатывается данный проект. Мэтью буквально призывает смириться игроков с тем, что в Star Wars Battlefront не будет такой, как Battlefield. Потому что студия DICE занимается перезагрузкой игры, и игроки должны относиться к этому факту как к таковому. В разработке ничего изменить невозможно. Причем Мэтью признается, что фанатам Battlefield 4 их новый проект может не понравиться, но сделать с этим ничего нельзя. Также Мэтью сообщил еще и о том, что в Star Wars Battlefront будет широкая система кастомизации. К примеру, вы сможете перекрасить черный плащ Дарта Вейдера в розовый и тому подобное. Также в игре будут доступны настройки смены характера героя и даже эмоций. Новый трейлер No Man's Sky демонстрирует окружающий мир в игре. Так как разработчики уже смогли удивить каждого игрока огромной вселенной в No Man's Sky, то пора бы уже и показать, каков этот мир изнутри. И вот новый представленный разработчиками трейлер демонстрирует именно окружающий мир, где вы сможете заметить разлетающихся астероиды, туман, дождь, траву и многое другое. И кстати, кроме этого, в трейлере прекрасно демонстрируется красочный и живописный мир No Man's Sky. Он также демонстрирует и космические сражения, космос и локации. Соответственно, действия в трейлере происходят не только на земле, на полях и лесах, но еще и в космосе. Что же касается космоса, то в нем есть широкий спектр возможностей. К примеру, летит на вас астероид, так разрушьте его при помощи своих лазерных пушек. Напоминаем также, что как утверждалось ранее, No Man's Sky невозможно будет заспойлерить. А это значит, что каждый игрок сможет открыть для себя совершенно новую и неповторимую планету. Неуместная песня в трейлере Mass Effect Andromeda была подобрана специально. Каждый, наверное, помнит, что на выставке E3 2015 компания Electronic Arts наконец-то анонсировала игру Mass Effect Andromeda, которая поразила людей не только своим уникальным роликом, но еще и музыкальным оформлением, где, кстати, звучала песня в исполнении Джона Кэша. И, как выяснилось, фанаты вселенной Mass Effect до сих пор не могут понять, почему в таком великолепном трейлере была подобрана такая музыкальная композиция. Естественно, фанаты в надежде, что их недовольство будет услышано разработчиками, начали писать в Твиттере, причем директору студии BioWare Montreal. И просьба у игроков неудивительная – удалить трейлер. Разработчики, в свою очередь, также не стали долго молчать и решили ответить. Причем они ответили, что данная музыкальная композиция в игре была подобрана как раз таки специально. Но на данный момент разработчики причину и сплитый мотив музыкальной композиции не сообщают. Так что остается лишь гадать, что же разработчики приготовили игрокам. В скором времени будут объявлены новые подробности Quantum Break. Уже совсем скоро состоится Game.com, а это значит, что разработчики игры Quantum Break в скором времени смогут опубликовать самые вкусные подробности игры. Ни для кого не секрет, что многие игроки ждали новые детали еще на выставке E3 2015. Но компания Remedy Entertainment решила не привозить свой проект и немного потянуть времени. В любом случае, если верить главе отдела Xbox Филу Спенсеру, то компания Remedy Entertainment уже вовсю готовится к грядущему Gamescom. И кстати, когда Фила в твиттере спросили об игре Quantum Break на будущем мероприятии, то он ответил, что надеется на то, что разработчики его смогут поразить, как и в прошлый раз. Исходя из этого, есть большой шанс того, что Quantum Break будет показан и даже более. Будут опубликованы новые подробности игры. К тому же это будет отличный ход со стороны компании Remedy Entertainment. В скором времени для Battlefield Hardline будет новая DLC Robbery. Sky 5 может подтвердить большую полису в даунтаре Лос-Анджелесе. Еще в конце прошлого месяца каждый пользователь игры Battlefield Hardline получил новое дополнение под названием Criminal Activity. Причем, как оказалось, студия Visceral Games сразу же начала работу над новым дополнением. И как совершенно недавно выяснилось, судя по заявлению Теда Сессера, главного дизайнера по мультиплееру игры, второе дополнение к Battlefield Hardline носит название Robbery. И оно вместе с собой принесет не только крутое снаряжение, но еще и новый увлекательный режим. Как будет именно выглядеть новый режим, на данный момент еще неизвестно. Но уже с 5 по 9 августа можно ждать новостей. Ведь в эти дни будет проходить Game.com 2015. Ведь, кстати, компания Electronic Arts и должна анонсировать новое дополнение. Стоит также напомнить, что помимо дополнения Robbery, разработчики планируют выпустить еще и два DLC – Game2E и Betrayal. Вот только первое дополнение выйдет где-то под конец 2015 года, а второе уже в начале 2016 года. Был слит видеоролик по Assassin's Creed Syndicate, который показывает новые возможности. Совершенно недавно в сеть был слит очередной видеоролик, посвященный игре Assassin's Creed Syndicate. И вот, казалось бы, очередной видеоматериал, который ничего интересного не расскажет. Но не тут-то было, ведь разработчики мигом начали чистить страничку от слитого материала. Но, как всем известно, все, что попадает в интернет, тут же и остается. В ролике показаны совершенно неожиданные возможности, к примеру, стрельба по лошади. Теперь, после выстрела пули, животное может неожиданно подскочить и броситься голопом, куда глаза глядят. А если же благородное создание погибнет, тогда и карета может перевернуться. Ну и представьте теперь, что можно сделать в какой-нибудь погоне на каретах. Юбисофт, несомненно, радует. Кроме этого, нововведения есть даже в сражениях. К примеру, умирать не захочется даже не из-за провала задания, а из-за того, что некоторые враги могут убить вас с особой жестокостью. Картина не из самых приятных. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, в новых выпусках. Пока!